Паломничество с гор Нитай, по святым местам Урала. Если преданные постоянно здесь ездят, значит, это места уже святые. До сих пор в Индии преданные почитают те места, по которым ходили вайшнавы. А что так со звуком немножко хрипит что-то? Нет? Может колонку сюда вообще повернуть? А можно колонку сюда повернуть, чтобы она... Раз, раз. Все, возвел. Арея Кришна. Чуть-чуть убавить, но сюда повернуть ее лучше. Арея Кришна. Да, до сих пор преданные почитают те тропы, по которым ходили вайшнавы, например, в Джаганатхапури, спутники Господа, конечно. Но любое место, где преданные поют святые имена, где они, так иначе, проезжают, места очищаются. И когда я собирался сюда с вами поехать, я вспомнил игру Харидастакура, вернее, диалог Господочитания с Харидастакуром. Почему она хрипит? Аккумулятор, видимо, садится. А че? Ну, не то, как и было попытка. Ну, там с петличкой нормально здесь. С петличкой, да. Сейчас сделаю, сейчас сделаю. Ага. Вот. И я посмотрел, у меня есть записи, где что читал в прошлом году. Я посмотрел, оказывается, мы эту как раз беседу и читали с вами в прошлом году здесь, в Нижнем Тагиле. Вот. Я подумал, это знак хороший. Поэтому мы продолжим читать про славу Харидастакура. Просто слушая Харидастакуре, человек обретает огромное благочестие, благо. Потому что Харидастакур так дорог Господу Читани. И я немножко просто напомню, в какой-то момент Харидастакур жил вместе с Господом Читани. Он жил на берегу океана. И каждый день Господь Читани приходил к Харидастакуру, принося ему Махапрасат и беседуя с ним немного. Вот. Также у Харидастакура часто останавливались, ну не часто, а периодически останавливались какие-то предные, такие как Рупа Госвами, Санатана Госвами. Они жили вместе с ними. И Господь Читани приходил туда с другими спутниками, они обсуждали там очень сокровенные какие-то темы. Это то место, где Рупа Госвами написал этот знаменитый стих, что когда я слышу звук Святого Имя, мне хочется иметь миллионы ушей. И мне также хочется иметь миллионы ртов, да, миллионы языков, которые произносит это Святое Имя. И когда имя проникает в сердце, все начинает танцевать, да, внутри. Когда Харидастакура услышал этот стих, он просто начал танцевать в экстазе. Столько он был вдохновлен, да, слыша славу Святого Имени. Вот. Очень много игр происходило, да, в этом месте Харидастакура. И в какой-то момент Господь Читания пришел и сказал, дорогой Харидаст, «Можешь мне ответить, как люди невидической культуры яваны, которые едят мясо, как они смогут спастись в этот век Кали? Есть ли у них какой-то шанс?» Харидастакур улыбнулся и сказал, дорогой Господь, ты на самом деле все знаешь, но ты заставляешь меня говорить, и я просто как кукла в твоих руках. Вот. На самом деле это ты говоришь, а я просто, да, как маринетка в твоих руках. В действительности, они уже, да, не беспокойся о них, Господь, можешь не беспокоиться о них. Потому что просто, случайно повторяя какие-то звуки, ну, имея в виду что-то другое, но повторяя Святое Имя, они уже очистятся. Как, например, мусульмане повторяют «Харама», «Харама». «Харама» означает «ужасно, ужасно», «Харама», то есть на их каком-то там языке «ужасно, ужасно». Но также и великие преданные Господа Рамачандры повторяют «Харама», «Харама», «О Рама», «О Рама». И он привел пример из Пуран, как однажды один мусульманин отправился, проходил через лес, и на него набросился дикий кабан. И он его, да, свалил и своими клыками, ну, буквально, да, вонзил клыки в его грудь. И тот в этот момент кричал «Харама», «Харама», «Ужасно», «Ужасно». И он оставил тело, и в этот момент спустилась колесница с Вайкунхи, и взяли сияющую личность, вышедшую из этого мусульманина, взяли её на корабль и отвезли на Майкунху. Поэтому, о Господь, они уже освобождены, то есть они так или иначе будут повторять какие-то имена. Маргарин-рама, например, да, то есть или там оконная рама. Ну, так иначе звуки святого имени плетены, в каждом языке есть какие-то звуки, вот, которые напоминают, которые, ну, фактически являются святым именем. И даже когда слоги святого имени, между ними есть ещё какие-то слоги, это имя всё равно очищает человека, даже это. Я не знаю, какой пример сейчас привести, но представьте, если между Ра и Ма, есть ещё там несколько слогов. Харинава, да? Харинава, нет. Рама, Рама, Харинава. Не, ну, есть такие слова, я сейчас не помню. Программа. Программа. Программа, да? Программа. Вот, пожалуйста. Между Ра и Ма, М-буква, да? Ну, это пока немного, но даже если больше будет слогов, всё равно это Господь слышит, как будто человек повторяет святое имя. Он не слышит те слоги, которые между ними, но Рама слышно. Мы знаем эту историю, как когда однажды Нарда Муни постречал охотника, который убивал животных, и он повлиял так на него, что тот согласился повторять святое имя, но не мог его произнести. Он не мог произнести имя Рама. Он настолько он был греховен, что в горле просто был, как ком, подкатывал, и он не мог произнести. И он развёл руками и сказал, я всю жизнь повторял только Мара, Мара, смерть, смерть. Он Нарда Муни сказал, ну, здорово, повторяй Мара. Получалось, Мара, Мара, Рама, 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 да? Он повторял Мара, но очистился полностью, потому что получалась Рама. Наоборот, просто слоги. Вот. Поэтому, дорогой Господь, не волнуйся. Яваны освободятся просто случайно, повторяя Твои имена. Тогда Господь Станя спросил, хорошо, Мара, как быть с этими бесчисленными, неподвижными живыми существами, да и движущимися тоже с других форм жизни? Они же не могут произнести даже нам абхаз. Они не могут произносить звуки имени. Звуки имени. Как они освободятся? О, дорогой Господь, не волнуйся. Ты уже освободил всех. Вот. Просто слыша, как Ты воспеваешь или Твои преданные воспевают Святое Имя, все эти бесчисленные живые существа также освободятся. Мы сегодня плыли, пели по дороге. На самом деле, это огромное благо получали все эти деревья, растения, не знаю, там, птички, животные, насекомые, рыбы даже там под водой тоже слышали, проплывали. Мы даже не замечаем. То есть, мы едем, мы же не видим, что происходит с этими душами, но на самом деле происходят удивительные какие-то процессы. В Читании Читандрите там описывается, что премны поют, и эхо раздается по лесу. На самом деле, это не эхо. Это деревья подпевают Святое Имя. Так объясняется, читающий Читандрите. Нам важно развивать такое видение. Тогда мы увидим, как действительно души преображаются. Материальным видением это невозможно увидеть. Материальным видением мы видим только тело. Но когда мы развиваем более тонкое видение, то есть, медитируя на души всех живых существ, мы даже можем видеть, как растения ликуют, слыша Святое Имя, как все радуются. Когда наше сердце очищается в процессе воспевания, то мы начинаем чувствовать других людей. Сегодня мы махали разным людям, они тоже радовались. Столько сегодня получили милости. Замечательная эта программа. И Госпочетанин был так вдохновлен. И в конце концов Харидас Такур заключил, «Дорогой Господь, на самом деле ты сам показал, когда ты шел через лет Джарикханда, мне Балабадр Батачаря рассказал, что там происходило». И что там происходило. То есть, Господь Штанин заставил воспевать тигров, оленей. То есть, они обнимались, целовались даже. Тигры и олени, представьте. И пели Святое Имя в экстазе. Птицы пели, деревья. Все вибрировало в Святом Имени. Так было удивительно. Поэтому, дорогой Господь, просто слыша в воспевании Святых Имен эти несчастные, неподвижные живые существа освободятся. Тогда Господь Штанин сказал, «Ну что же будет тогда со Вселенной, если все освободятся?» «О, не волнуйся, Господь!» Живые существа, которые находятся в неподвижных таких, в форме камней каких-то, где-то там, в самом низменном положении, они станут, займут положение всяких неподвижных вот этих вот деревьев и так далее, растений, животных. Так Вселенная заселится вновь. Когда Господь Рамачандра уходил из этого мира, он забрал с собой всех жителей Айодхи, но через некоторое время Айодхи наполнилась опять. И когда Кришна оставлял, уходил из этого мира, он забрал всех своих спутников с собой, все живые существа, которые были во вража, они все ушли с Кришны, опустил враж полностью, но через некоторое время он наполнился вновь. Также эта Вселенная тоже наполняется вновь. Тюрьма не бывает пустой. Шила Пропада пишет там в комментарии, что даже если выпустить всех заключенных, через некоторое время она наполнится вновь. Такой вот этот мир. Поэтому не волнуйся, Господь. Ну и предных будет еще много работы на протяжении десяти тысяч лет, по крайней мере. Вот. И вообще, Господь, дорогой Господь, на самом деле, вот все, что вот это вот происходит сейчас, да, вот эти все бесчисленные живые существа освобождаются, на самом деле это все твои сокровенные игры. Ты можешь скрывать это, но твои преданные все знают. И Господь Читания посмотрел на него с удивлением, подумал, как он проник, как он смог понять мое внутреннее настроение. На самом деле, Господь Горанга сейчас действует, спасает бесчисленное количество живых существ через своих предных. Вот. Мы, может быть, некомфицированные, там, не знаю, давать чистое имя, но Господь Читания проявляется, да, вот в этом воспевании. Я думаю, сегодня предные чувствовали, да, вдохновение. Пять часов мы, или сколько, пять или шесть мы плыли, да, пели неперерывное Харинама. Вот. Преданные с энтузиазмом воспевали, замечательно просто. Господь Горанга проявляется, да, в этом воспевании и использует, да, своих преданных, чтобы чистое имя коснулось сердец многих-многих живых существ. Так удивительно. Так удивительны игры Господа Читания. И Господь Читания сразу же замял этот разговор, потому что дальше уже разоблачение его происходило. То есть он сказал так-так, и ушел. Но он был настолько счастлив, вот, пообщавшись с Харидастакуром. Почему так счастлив он? Потому что это внутреннее настроение Господа Читания. Он хочет спасти всех живых существ. Он самое милостивое воплощение, да, то есть аудария, да, то есть аудария настроения. И поэтому, когда Харидастакур так прославил Святое Имя и сказал, что все освободятся, Господь был так счастлив, что он пришел к своим преданным и просто, как будто бы у него было тысячи уст, начал прославлять Харидастакура. Вот мы сейчас послушаем это прославление для нашего очищения. Итак, после этого Ши Читания Махапрабху пошел к своим близким преданным. Махапрабху Иисус Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Харидаса Токура Описывал множество удивительных качеств Харидаса Токура Например, он описал историю, как однажды один заклинатель змей Знаете, на дудочке, которые играют, и змеи так выползают, и как завороженные, да, то есть слушают этот звук Находится такой, да, заклинатель змей И однажды такой заклинатель змей появился на одной из рыночных площадей в одной деревне бенгальской Вот в этой деревне жил Харидас Токур Вот, и он начал играть И в какой-то момент он вошел в какое-то особое состояние В читании Бхагатти говорится, что в этот момент в него вошел сам Ананташеша И устами этого заклинателя змей он начал описывать Кали-Алилу То есть игры Кришны со змеем Калия И этот заклинатель змей начал играть на барабане Ну там еще музыканты ему подыгрывали И он очень красиво, очень вообще в таком очень удивительном настроении Очень завораживающе Сам Ананташеша пел через его устами Он начал описывать, как Кришна танцевал на клобуках змея Калии И когда Харидас Токур услышал это пение Он пришел в такой восторг, что он начал танцевать просто Посреди этой площади слезы у него текли Он падал, катался в пыли И люди окружили его Они видели очень необычные эти эмоции любви И они их брали с пыли, с его стоп И там был один браман, который наблюдал за всем этим И этот браман думал Глупцы! Они почитают какого-то падшего вообще Вне кастового млечку Они не понимают, что нужно почитать брамана Ну ладно, сейчас я тоже что-нибудь придумаю Если я сейчас тоже так начну кататься Ну уж у меня-то они тогда будут еще больше пыль брать с моих стоп И он тоже выскочил в какой-то момент Харидас Токур как раз он поймал паузу Когда Харидас Токур остановился Он выскочил, начал тоже визжать, кричать И упал в пыль, начал кататься И тут этот заклинатель змей схватил палку Подбежал к нему и начал хлестать его палкой И тут такой ау-ау-ау И убежал Люди были очень удивлены Ну бить брамана это вообще Очень как Это не положено, да То есть наказывать брамана тоже запрещено в шастрах Почему он это сделал? И они спросили его О заклинатель змей Когда Харидас Токур Катался в пыли Проливал слезы Ты стоял смиренно с лжи в ладони Да, вот так он наблюдал за этими И тоже смиренно Очень почтительно почитал Харидас Токура Но когда то же самое стал делать этот браман Почему ты побил его палкой? И тогда Устами этого заклинателя змей Сам Ананта Шеша Начал прославлять качество Харидас Токура Описывая его возвышенное качество Его трансменную природу Его удивительное смирение Любовь к Богу То, что он повторяет 300 тысяч святых имен И он буквально То есть стихи, стихи летели с его уст Прославляя Харидас Токура И потом он сказал А этот браман Он просто завидует святому И такой человек на самом деле Не является никаким браманом Он двиджа банху И поэтому он заслуживает наказание За зависть к чистому преданному Так По воле проведения Люди услышали о славе Харидас Токура Харидас Токур Повторял 300 тысяч святых имен каждый день Сам Госпочитание выбрал его Чтобы он был намачарей Госпочитание пришел Чтобы распространить святое имя И Харидас Токур был намачарей То есть тот, кто обучал Через которого Госпочитание Учил этой науке Воспевание святого имени Итак, невозможно перечислить Все эти качества Кто-то уже описал Некоторые из них Но здесь Да, здесь будут еще кое-какие Какие-то из достоинств Харидас Токура Описал Шила Вриндау Дастокур Только что мы, да, как раз вспоминали В своей книге читание Мангала Читание Бхагавата, на самом деле Потом ее переименовали Никому не под силу Описать все достоинства Харидас Токура Кто-то может рассказать о них Немного ради своего же очищения О преданные читания Магаправу Послушайте немного О тех качествах Харидас Токура Которые Шила Вриндаван Дастокур Не описал подробно После того, как Харидас Токур Покинул свой дом Он некоторое время жил в лесу Неподалеку от деревни Бенаполы Харидас Токур построил себе хижину В уединенном лесу Рядом он посадил деревце Туласи Перед ним повторял Святое имя Господа 300 тысяч раз в день Святое имя не сходило с его ус Ни днем, ни ночью В комментарии Шила Пропада пишет Что эта деревня расположена Недалеко от железнодорожной станции Бангаон На границе между Бангладешей и Индией До которой можно доехать С вокзала Селдах В Калькуте Харидас Токур Является ачарей повторения Махамантры Харикришна Это, конечно, удивительно Как работают эти железные дороги индийские До сих пор станции называются точно так же И маршруты те же самые остаются Добавляются еще какие-то, может быть, другие Но те же все равно доехать можно С этой станции Селдах Это один из вокзалов Железнодорожных вокзалов в Калькуте До сих пор есть вокзал Харидас Токур является ачарей Повторения Махамантры Харикришна И поэтому его называют Намачарья Харидас Токур На его примере можно убедиться в том Что повторять мантру Харикришна И достичь высот сознания Кришны Не составляет большого труда Нет ничего сложного в том Чтобы сесть где-нибудь Лучше на берегу Иганги, Емуны Или другой священной реки Устроить себе место для медитации Или построить хижину Посадить деревце Туласи И перед ним спокойно повторять Махамантру Харикришна Харидас Токур повторял Святое имя на четках 300 тысяч раз в день Весь день и всю ночь Он повторял 16 святых имен Содержащихся в Махамантре Харикришна Однако нам не следует Подражать Харидас Токуру Поскольку никому не под силу Повторять такое количество святых имен Ежедневно Такое повторение предназначено Для муктапуруш освобожденных душ Но мы можем следовать его примеру Ежедневно повторяя 16 кругов Махамантры На четках и выражая почтение Диарипцу Туласи Ни для кого это не составит Большого труда И в то же время повторение Махамантры Харикришна Определенное число раз Перед Туласи Обладает таким духовным могуществом Что делая это Любой человек может обрести Духовную силу Видите здесь очень важный момент Что очень благоприятно Повторять святое имя Присутствует Туласи Деви То есть преданные Семейные преданные Могут посадить у себя Туласи Каждый день повторять святое имя Я помню также Аиндра Прабу Нам как-то поделился Он говорит Знаете преданные Я хочу поделиться с вами У меня такой ленивый разум Поэтому я ищу такие моменты Чтобы быстрее прогрессировать Например В Туласи Махатме Описано Что если взять капельку земли Из-под Туласи И нанести ее на лоб То один круг за сто кругов Как бы идет А если говорит Ставить веточку Туласи В фитилек Который предлагается божеству То один фитилек За тысячу идет У меня ленивый разум Поэтому я предлагаю Такие фитильки На этой самой Во время картики месяц И наношу землю На лоб Насколько священно Туласи Что так Она благоприятствует Нашему воспеванию И как говорится В Шаранагате Нужно принимать Все благоприятное Для предназлужения И отвергать Все неблагоприятное Это как признак Предания Господу То есть предание Начинается с того Что мы хотим Изменить свою жизнь Принять что-то То что благоприятствует Нашему духовному развитию И исключить что-то Что неблагоприятствует И так здесь говорится О том Что повторение В присутствии Туласи Да Очень могущественно То есть оно дает Особую милость Конечно В присутствии Божеств Тоже повторять Святое имя Тоже очень благоприятно Вот Не знаю Когда они завтра проснутся Но будем надеяться Что они тоже будут Здесь завтра Итак Ни для кого Это не составит Большого труда И в то же самое время Повторение Махамантры Харе Кришна Определенно число раз Перетуласи Обладает таким Духовным могуществом Что делая это Любой человек Может опрести Духовную силу То есть Духовная сила Проявляется в том Что преданному Становится Легко Как Направлять Свои чувства Управлять Своими чувствами По сути дела То есть Если нет Духовной силы То чувства Начинают Донести Если нет Духовная сила Приходит Из Вот этого Чувства Единения С Господом То есть Приходит Наполнение В сердце И преданного Преданное Чувствует Внутри удовлетворение Силу Определенную Духовную И Поэтому Хотя Чувства могут Привлекаться Еще объектами чувств Но у них есть Сила Перенаправить Свои чувства И занять Их Правильной Деятельностью Вот И вот Воспевание Харе Кришна В присутствии Туласи Дает Преданному Силу Силу Духовную силу Чтобы Управлять Своими чувствами Поэтому Мы просим Всех членов Движения Сознания Кришны Неукоснительно Следовать Примеру Харидаса Кура Повторение 16 кругов На четках Не требует Много времени И поклонение Туласи Тоже не требует Больших усилий Эти действия Заключают в себе Огромную Духовную силу И человек Не должен Лишать себя Этой Возможности Следующий Стих Итак Пищу Он просил В домах Браманов И все люди Видя его Духовное могущество Поклонялись ему Тоже прочитаем Комментарий Во времена Харидаса Кура Все браманы Поклонялись Нарайане В форме Шелограма Шилы Поэтому Пища Которую В виде Подаяния Можно было Получить В доме Брамана Являлась Кришна Прасадом То есть Трансцендентно Ниргуна Если мы просим Пищу В домах Других людей Обычных Карми Мы Перенимаем Качество Этих Людей Поэтому Шичитане Магапрабу Принимал Прасад Только в Домах Вайшнавов Так Обычно Поступают Все преданные Участникам Движения Сознаний Кришны Рекомендуется Принимать Пищу Только в Домах Вайшнавов Или Браманов Где Поклоняются Божеству Шичитане Магапрабу Сказал Если преданный Принимает Подаяние Или Пищу В доме Карми Которого Интересуют Только деньги Его Ум Покроется Скверной Я помню Я приехал Во Вриндаван Захожу Первый Дашин Вхожу В этот Ворота Храма И на встречу Мне идет Бахи Вишам Магапрабу Махараш И он такой О! Гарибол! Аллея Кришна Приобнял Меня Он такой Энтузистичный Кто его видел В те времена Он был Экстатичный Вашнав Трансцендентный Полностью Как мальчик Пастушок В таком Настроении Он меня Приобнял И сказал Ты только Прилетел? Я говорю Да Иду на Первую Дашу Он сразу Спросил В самолете Принимал Пищу? Я так Раз Да И он Мне процитировал Эту Как раз Ситату Вишаяра Анна Каледуш Тахаймана Если Предный Принимает Подаяние Пищу В домик Карми Которого Интересуют Только Деньги Его Ум Покроется Скверной Даже Воду Нельзя Принимать Я с тех пор Очень осторожно Отошусь В самолете Перестал Заказывать Диеты Всякие Но в лучшем Случай Фрукты Еще Как-то Можно Вот Но Это Важное Предупреждение Нам Как преданным Очень важно Стараться Принимать Только Пищу Предложенную Приготовленную Должным Образом Иначе Ум Может покрыться Скверной Если мы Принимаем Пищу От людей Которые Не являются Предными И думают Только о деньгах Деньги 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 То есть Вот это Настроение Жажды Удовольствия Желания Удовольствия Оно Входит В наше Сознание То есть Так Сознание Покрывается Вот этой Скверной И вдруг Мы Обнаружим В себе Какие-то Странные Желания Которых Даже Не было Когда мы Были В хорошем Духовном Состоянии Это Все Влияние Пищи Нужно Быть Осторожным Мы Должны Всегда Помнить Что Жизнь Преданных Основана На Вайраге Видии Отречении И Знании Поэтому Преданным Не рекомендуется Жить В ненужной Роскоши За счет Других Греховские Живущие На попечении Храма В особенности Не должны Подражать Карме Одеваясь Дорогие Одежды Питаясь Роскошной Пищей И покупая Себе Дорогие Машины Всего Этого Следует По возможности Избегать Живущий При храме Будь то Грехас Хабрамачаря Лисаньяси Должен Жить Аскетичной Жизнью Идя По стопам Харидастакура И шести Госвами Иначе Поскольку Майя Очень сильна Человек В любой момент Может Пасть Ее Жертвой И сойти С духовного Пути То есть Другими словами Предный Не должен Превращаться В такого Наслаждающегося Начинать Смаковать Эти все Вкусы То есть Очень легко Потерять Сознание Кришны Рупагас В Нектаре Наставлений Ливопадишамрити Во втором Стихе Описывает Шесть Шесть вещей Которые Разрушают Преднослужение Атьяхара Праяса Ща Пржалпа Ниаграма Ниамаграха Джанасанга Шалаулем Шадбир Бактер Прасидьяти Шадбир Бактер Винашяти Винашяти Разрушает И одна из них То есть Первое Это Накапливать Чрезмерное Количество Каких-то Вещей Стремиться Постально К накоплению Расширению Вот эта вот Жажда Как бы Увеличивать 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 Все Это первая Вторая Это совершать Чрезмерные усилия Ради достижения Труднодостижимых Мирских Каких-то Целей Третья Это Прожалпа Четвертая Неамаграха Когда человек Следует Либо слишком Высоким Каким-то Правилам Ради того Чтобы Прослыть Великим Преданным Либо Наоборот Не следует Тому Что он Мог бы Следовать То есть Небольшое усилие Должно быть Но Нечрезмерное То есть Тут нужно Как-то Отрегулировать Правильно Общение С материстичными Людьми Которые Смакуют Эгоистические Материальные Вкусы Чувственных Удовольствий И жажда Мирских Успехов Вот эта Жажда Мирских Успехов Это как раз Некий Корень Который Потом Запускает Все остальные Вещи Если появляется Жажда Мирских Успехов Я начинаю Стремиться Общаться С теми Людьми Которые Я начну Пренебрегать Какими-то Правилными Предписаниями Вот Я Проджалпа Появится Чрезмерные Усилия Ради Достижения Мирских Целей Ну и в конце Концов Человек Просто Мания Будет у него Накапливать Все новое Все больше И больше Всего Вот Это дерево Материального Материального Существования Материальной Жизни Вот Тогда как Вайшнавы Они строят Свою жизнь По-другому Да Это описывается В третьем Стихе То есть Есть шесть вещей Которые питают Бхакти Первое Это Нужно служить С энтузиазмом Вот Это означает Что даже Если энтузиазма Нет Но я Сбадриваюсь Все равно Иду Стараюсь С энтузиазмом Это делать И Энтузиаз Приходит Через некоторое Время Преодолевает Вот эту Лемность Ума Решительность Она приходит Из Какой-то Уже Утвержденности В духовной жизни Бхакин Такур Говорит Что нужно Изучать Философию Сознания Кришны Чтобы обрести Решимость Терпение Потому что Не все Сразу Будет Приходить Иногда Нужно Будет Нужно Потерпеть Какое-то Время Потом Нужно Выполнять Благоприятные Действия Такие Как Слушание Воспевание Славы Кришны Его Деяний Философии Сознания Тастакури Часто Находятся Враги Шила Пропада Здесь пишет Как Свою боль Сердце Очень важный момент Что это движение Ширится Лишь по милости Шичитани Махаправу Это и сейчас Так происходит Шила Пропада Даже говорил Что это движение Сознания Кришны Является Воплощением Шичитани Махаправу А однажды В одной из лекций Он сказал вообще поразительную вещь Он сказал Что господ Читани Очень милостив Потому что Он спас Даже Джагая Матхая Очень могущественен Господ Читани Но Движение сознания Кришны Которое сейчас Распространяется на западе Даже более могущественно Чем сам господ Читани Представьте Шила Пропада Говорит в лекции Потому что Он спасает Миллионы Джагаев Матхаев Вот такое Заключение Я так подумал Я начал Распространять Думал Да действительно Миллионы Джагаев Матхаев Это же поразительно Иногда такие Джагаев Матхаев Приходит движение Что просто Поражаешься То есть Там не знаю Рецидивисты Какие-то Бывшие Я не помню Я рассказывал вам В прошлый раз Когда я Рассказывал Славу Харидас Токура Про Одного Преданного Который Стал преданным То есть Он был Достиг Самого Вот в этом Престунном мире Самого Высокого положения Вор в законе Вор в законе Да Или как там Его Смотрящий за тюрьмой За зоной И так далее То есть Главный авторитет Вот И его Это он Он написал книгу Она сейчас Где-то в интернете Есть Забыл Как она называется Вот И я Я ее На одном дыхании Просто прочитал Живой опыт Вот милости Господочитания Поразительно Вот Он сидел Его посадили В СИЗО В подозрении Об убийстве На самом деле Полицейские знали Что это он Совершил убийство Но не было Прямых улик А он был Очень уже Умело Мог Выворачиваться В общем и они не могли Никак никаких улик не найти Вот И он Как бы Фактически Да Мог Отвертеться Вот Но они продолжали Его держать Пытались его всячески Психологически На него давить И так далее Но он легко Выкручивался из этого И уже даже Собирались его отпустить Вот Но он увидел У одного Он сидел в этом СИЗО И увидел У одного Заключенного Бхагавадгиту Правопаду В руках Он читал Бхагавадгиту Он сказал Что это за книга Ну дай почитать И забрал у него книгу Начал читать ее Вот И настолько был потрясен Когда он ее прочитал То есть у нее полностью Перевернулось все внутри Он вдруг понял Что ту карьеру Которую он делал В преступном мире Он начал ее С подросткового еще возраста Он потерял родителей И Ну он вообще видел В этом какую-то Несправедливость И вот у него Вот этого чувства Несправедливости Он начал очень болезненно Относиться к любой Несправедливости В этом мире А тут много Всякого лицемерия Обмана Вот И когда он попал В колонию детскую То есть он Увидел Что там Как бы есть порядок Там есть смотрящие Есть как бы порядок Тут гораздо больше порядка Чем в этом мире Тут все По крайней мере Следуют законам И он начал делать Карьеру В преступном мире Короче говоря И дошел до самого В общем Самый высокий Был Как сказать Коронован То есть на этот пост Вот И вот Прочитал Баадгита И у него Полностью Перевернулось Знаете что он сделал Он просто пошел Признался Написал Все как было То есть он Понял что Я теперь Не могу обманывать Это моя карма Я должен Честно Да Принять ее Но я больше Жить так не буду Отказался Как бы От преступной жизни Его даже Избили его Эти самые Ну Зэки Потому что он Отказался От этой Как бы роли Это впервые Такое То есть человек Который достиг Самого верха То есть отказывается От Фактически Он как король Жил как царь Да То есть в этой тюрьме И написал Да Его приговорили К смертной казни Вот И отправили В эту самую Ну В специальную тюрьму Где Смертники сидят И их Там Они могут сидеть Там месяц Два Три Но потом В конце концов Они уже не ожидают И им просто Обычно В этот В затылок Просто стреляют И все Сзади Сзади Чтоб тот Как бы даже Не успел Испугаться Вот И его Привели туда И он 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 повторял Уже Джапу То есть Прочитал В конце Там Багавадгиты Было Описание Как сделать Четки То есть Он сделал Там Четки Как-то И повторял Джапу И в конце Концов Ему Как Ну Имеющий Такое положение Приносили Необходимые Продукты Печка У него была Он готовил Сам себе Просад И угощал Тоже всех Там Камеры Другие Передавал И этих И охранников Тоже угощал В конце Концов Охранники Начали Думать Че-то он Какой-то Вообще Необычный Вот И они сказали Слушай Тут Как бы В нашем городе Есть кришнаиты Вот Они вот тут Книги всякие Распространяют О Принесите мне Пожалуйста Книги От них И те Пошли И рассказали Что там Сидит Ваш человек В нас Тюрьме Да Ваш человек Тоже Харе Кришна Там повторяет И премно Ему Целую Сумку Книг Отправили Просада Другую Сумку В общем Всякие Изображения Алтарь Там Ну В общем Все Как бы Все что Можно Было Принесли Он тут же Эту сумку С просадом Раздал Всем И начальник Тюрьмы Тоже все Как бы Ну Были поражены То есть Что-то он Не похож Как-то На этого На преступника Уже И написали Как бы Прошение На амнистию По собственной Инициативе Начальник Этой тюрьмы Обычно Они ненавидят Этих людей Ну Этот Почему-то Вот он Симпатию Такую вызвал И суд Рассмотрел И в общем Ему дали Пожизненное Заключение Получил инициацию Заочно Вот Кто-то из То ли Рахини Сутаправу То ли Гопалкиши Махараш Не помню сейчас точно Дал ему посвящение Вот И повторяет Там целый день Джапу В общем Там По 64 круга По-моему Повторяет И Ну собственно Читает книги Проповедует В общем так Джагай Мадхай Да Насколько могущественно Это движение Представьте Просто Прочитал книгу Бхагавадгиту Как она есть Шилаправпада Итак Шилаправпада Пишет Что мы пытаемся Исполнить волю Господа И добились в этом Значительных успехов Но враги Этого движения Без нужды Стараются Отыскать в нем Недостатки В точности Как это делал Старый негодяй Рамачандра хам В отношении Харидас Такура Итак Рамачандра хам Сказал блудницам Здесь есть один Аскет По имени Харидас Такур Подумайте Как заставить его Нарушить обет Отречения от мира Выбор пал на одну Красивую Молодную блудницу Она сказала За три дня Я плену сердце Харидас Такура Рамачандра хам Улыбнулся И сказал блуднице Пусть мой Пристав Пойдет с тобой И как только Он увидит Харидас Такура В твоих объятиях Он схватит его И приведет Вас обоих Ко мне Блудница ответила Не, не Не нужно Чтобы он Шел первую ночь Пожалуйста Позволь мне Соединиться с ним Хотя бы один раз Во второй уже раз Я возьму с тобой С собой Твоего пристава Чтобы он арестовал его То есть у него Самой был интерес Это Как Некий такой Азарт Соблазнить Соблазнить Простого человека Не так сложно А вот аскета Соблазнить Это особое Удовольствие Для блудницы Для нее В общем она хотела Так сказать Испробовать Своё искусство Итак С наступлением ночи Надев Самые красивые наряды Блудница С большой радостью Направилась К хижине Харидас Такура Поклонившись Дерюцу Туласи При этом она была Обучена На культуре Поклонившись Дерюцу Туласи Она подошла К двери Харидас Такура И выразив ему Почтение Осталась стоять На том же месте Выставив на пока Заголенную часть Своего тела Она уселась На пороге хижины И заговорила С ним сладким Голосом Мой дорогой Такур О великий Проповедник И преданный Ты так Красиво Сложен Твоя юность Только началась Какая женщина Способна Устоять Перед тобой Я хочу Соединиться С тобой Моё сердце Вожелало Тебя Если ты не станешь Моим То я больше Не смогу Поддерживать Свою жизнь В теле Харидас Такур Ответил Я обязательно Приму тебя Но тебе Придется подождать Пока я закончу Повторять Обещанное мной Число Святых имен На четках А ты пока Сиди и слушай Как я повторяю Святое имя Как только я Закончу Я тут же Исполню Твое желание Услышав это Блудница Осталась сидеть А Харидас Такур Повторял Святое имя На четках Пока не Начало Светать Когда блудница Увидела Что наступило Утро Она встала И ушла Придя К Рамачандри Хану Она рассказала Ему Обо всем Что произошло Сегодня Харидас Такур Пообещал Насладиться Со мной Не сомневайся В том Что завтра Он окажется В моих Объятиях Следующей ночью Когда Блудница Снова Пришла К Харидасу Харидас Такур Стал уверять Что исполнит Ее желание Прошлой ночью Я тебя Разочаровал Пожалуйста Прости меня За это Я обязательно Приму тебя Пожалуйста Сядь Сядь И слушай Как я повторяю Махамантру Харикришна Пока я Не закончу То число Святых имен Которые Повторяю Каждый день После этого Желание Твое Наверняка Будет Исполнено Выразив Почтение Деревцу Туласи Харидас Такуру Она уселась У дверей Слушая Как Харидас Такур Повторяет Махамантру Харикришна Она тоже Стала повторять О мой Господь Хари О мой Господь Хари Комментарий Этот стих Описывает То Как Вайшнав Спасает Падшую душу Прибегнув К трансцендентной Хитрости Блудница Пришла Чтобы Совратить Харидас Такура Но он Счел Своим долгом Спасти ее Как Здесь ясно Показано Обрести Спасение Очень просто Блудница С верой И почтением Общалась Харидас Такуром И тот Излечил Ее Материальную Болезнь Звуком Махамантры Хари Кришна Хотя У Блудницы Были Совсем Иные Мотивы Так Или Иначе Она Получила Возможность Общаться С Вайшнавом И радовала Его Тем Что Иногда Подражая Ему Восклицала О мой Господь Хари О мой Господь Хари Иногда Преданные Тоже Пытаются Помочь Людям Хотя Видят Что Они Как У них Разные Мотивы Могут Быть Предные Так Иначе Могут Продолжать Кормить Просадом И когда Люди Вдруг Начинают О господи Что-то Говорить Предные Замечают О Такого Он Раньше Не Произносил Прогрессирует Прогрессирует Работает Просад Еще Просад Еще Что-то Предный Начинает Так Так Действовала Харьда Стакуру Он Знал Что Святое Имя Оно Обязательно Очистит Ее Если Она Будет Сидеть И Слушать Поэтому Он Говорил Я Приму Тебя Он Мне Выйду Что Я Приму Тебя Как Ученицу Я Тебе Дам Святое Имя Не Волноси Все Твои Желания Исполнятся Когда Человек Обретает Сознание Кришны Все Желания Просто Все Желания Исполняются Человек Обретает Кришну Это Есть Глубинное Желание Души Которая Потом Не Найдя Своего Удовлетворения В отношениях Кришны То есть Забыв Об этих Отношениях Душа Начинает Искать Это В каких Массе Внешних Желаний Поэтому Харьда Стакуру Все Твои Желания Исполнятся Не Волнуйся Твое Желание Исполнится Просто Подожди Немножко Еще Здесь Я Обязательно Сегодня Точно Точно Это Произойдет И Когда Она Уже Начала Повторять О Господь Хари О Господь Хари Наверное Вздыхаю О Господь Хари Или Может быть Дохновленная Наоборот О Господь Хари Что-то У меня Пробуждалось Итак Вывод Таков Общение С Вайшналом Повторение Святого Имени Господа И Почтительное Отношение К Туласи Или Вачнаву Приводит К тому Что Человек Становится Трансцендентным Преданным Полностью Свободным От материальной Скверны Да Что еще Важно Было Это то Что Она Все равно Оказывала Почтение То есть Очень Интересно Они Были Обучены Все равно В ведической Культуре Что Садху Нужно Оказывать Почтение Вот Это Может быть Была Ее Даже Стратегия Она Пыталась Быть Смиренной Почтительной Уважительной Может Даже Подыгрывала Хотя Мотив У нее Был Другой И так Когда Ночь Подошла К концу Блудница Стала Проявлять Признаки Беспокойства Тогда Харидас Такур Сказал Ее Такие Слова Я Дал Обет Повторять Святое Имя Десять Миллионов Раз За Месяц И Близок Тому Чтобы Исполнить Этот Обет Шила Пропада Пишет Чтобы Повторить Святое Имя Десять Миллионов Раз Нужно Каждый День В течение Месяца Тридцати Дней Повторять Его Триста Тридцать Три Тысячи Триста Тридцать Три Раза И в конце Повторить Еще Десять Раз Так Преданный Поклоняется Верховной Личности Бога Такое Поклонение Называется Ягья 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 Самые Счастье В Харинама Ягья Ягья Повторения Святого Имени Эта Ягья Позволяет Умилостивить Верховную Личность Бога И достичь Совершенства В Духовной Жизни Формально Харидас Такур Был Из Мусульманской Семьи Несмотря На это Поскольку Он Совершал Ягью Повторения Махаматры Харе Кришна Он стал Подлинным Получившим Посвящение Браманам Шимадбатам По этому Поводу Сказано Следующее Если Преданный Рожденный В семье Собакоедов Полностью Вручил Себя Личности Бога Он Немедленно Становится Подлинным Браманам Достойным Совершать Ягьи Тогда Как Человек Из Семьи Браманов Должен Сначала Пройти Очистительные Обряды И только После Этого Его Можно Будет Назвать Самскрита Очистившимся Это Стих Шилл Пропада Достаточно Часто Цитирует В том Числе И Объясняя Почему Он Дает Посвящение Второе Посвящение Браманическое Посвящение Людям Рожденным Неведической Культуре Даже Ниже Так Сказать Шудр Считается То есть Так Век Кали Люди Низкого Происхождения Млечки Которые Не Прошли Чрезо Читительные Обряды Самскары Которые Вообще Ничего Не Знают О Практике Очищения Покрытых Гунами Страсти Невежества Будут Занимать Руководящие Посты Они Будут Буквально Пожирать Своих Подданных И Вовлекать В Безбожие Человек Который Не Прошел Через Предписанный Шастрами Очистительный Обряд Самскары Именуется Асамскрита Однако Даже Если Человек Очистился И Получил Посвящение Но То Он Так И Останется Нечистым Млечко Или Яван Это Важный Момент Что Преданный Должен Стараться Следовать Тем Правилам Жизни Вайшналов В Особенности После Посвящения Преданный Должен Поддерживать Необходимую Чистоту Тела Ума То есть В целом Жизни Помещения Вот И Таким Образом Это Поможет Ему Очиститься С другой Стороны Мы видим Что Харидас Такур Хотя И родился В семье Млечко И Яванов Стал Намачарий Ибо Он Совершал Намаягию Минимум 300 тысяч Раз В день Отсюда Явствует Что Харидас Такур Строго Следовал Повторять Строго Следовал Правилу Повторять Святое Имя 300 тысяч Раз В день Когда Блудница Стала Проявлять Признаки Беспокойства Он сказал ей Что Сначала Ему Необходимо Закончить Повторение Святого Имени А потом Он Сможет Утолить Ее Желание В действительности же Харидас Такур Повторял Святое Имя Господа Непрерывно В течение Трех Ночей И дал Блуднице Возможность Слушать Его То есть Он Фактически Не спал Три ночи Дал Возможность Блуднице Просто Слушать Это Было Его Сострадание Ее Чтобы Спасти Эту Душу Он Подумал Кришна Послал Мне Эту Душу Так Или Иначе Она Пришла Она Обратилась Ко Мне Я Должен Помочь Ей И так Это Позволило Ей Очиститься О чем Мы узнаем Из Следующих Стихов Итак Харидас Такур Продолжал Я Думал Что Сегодня Смогу Завершить Эту Ягью Повторение Мантры Харе Кришна Лед Но Так И Не Смог Закончить Завтра Я Обязательно Закончи Повторять Святое Имя И Мой Обед Будет Исполнен Тогда Я Смогу Волю Наслаждаться С тобой Тут Он Уже Прям Наслаждаться С тобой Да Воспевание Так Харидас Такур Не Испытывал Никакого Влечения К блуднице Но Он Пошел На Хитрость Чтобы Спасти Ее Дав Возможность Слушать Святое Имя Господа Которое Он Повторял Есть Еще Один Пример Когда Тоже Байшнав Пошел На Хитрость Чтобы Очистить Свою Жену Возвысить Ее Это Кашья Памуни И Его Жена Дити После Того Как Она Потеряла Двух Своих Сыновей Хираньякшу И Хираньякшипу Которых Убил Господь Вишну Она Воспылала Гневом По Отношению К Индре Потому Что Как Там Вяку Лам В общем Сейчас Хотел Проситировать Строку В общем Кришна Нисходит Вновь Вновь Чтобы Помочь Индре Освободиться От Беспокойства Демонов Защитить Его От Влияния Демонов И Она Подумала Это Из-за Него Вишну Пришел Убил Моих Сыновей Я Должна Отомстить Этому Индре Индра Негодяй То есть Он На самом Деле Завидует Моим Сыновьям Там Ну В общем Так Он Начал Что-то Накручивать И Тогда У нее Появилась Идея Я Должна Получить Такого Сына Который Сможет Индра Убить Сейчас Нет Никого Кто Мог Бросить Ему Вызов Но Я Должна Получить Такого Сына Который Сможет Его Убить И Она Начала Очень С таким Хорошим Настроением Служить Своему Мужу Так Что Он Начал Удивляться Ее Качество Он Подумал Неужели Она Так Изменилась Вообще Просто У нее Потрясающий Стал Характер Она Просто Слуга Слуга Прирожденный Он Долго Наблюдал За ней В конце Концов Он Не Выдержал Какой То Момент И Просил У меня Любое Благословение Но Она Этого И Ждала Как Раз Она Сказала О Пожалуйста Дай Мне Сына Который Бьет Этого Индру Кашья Боже Бой Как Я Вляпался Опять О Господи Что Теперь Делать Я Пообещал Уже Вы Исполнить Ее Любое Желание Она Попросила Такое Желание И Тогда Он Пошел На Хитрость Он Процитировал Поскольку Он Был Мудрец Он Говорил На Санскрите Процитировал Ее Стих И И Использовал Одно Слово Которое Можно Перевести Как Преследователь Индры Или Как Последователь Индры Он Сказал Хорошо Я Дам Тебе Сына Последователя Индры Тот Будет Следовать За Индрой Она Услышала Поскольку У нее Был Негативный Ума Она Услышала Преследователя Индры И Она Подумала Чай Но Ты Должна Совершать Особенную Пия Врат И Пия Врат Целый Год Ты Должна Заниматься Очень Особой Врат Служение Господу Каждый День Мангаларати Без Пропусков 4.30 Утра Перед этим Омовение Тилаки Потом На Мангаларати Потом Нрисимха Мантру Прочитать Надо То есть Пропеть Потом Туласи Поклониться После этого Джапа 16 кругов Потом Еще одну Арати Потом Лекция Пашимат Багватам После этого Надо накормить Господа Тоже Ты должна Приготовить Накормить Его Потом Ты должна Накормить Брамана После Брамана Ты должна Накормить Всех Других Людей Потом Накормить Других Живых Существ Только После Этого Ты можешь Сама Поесть Если Ты что-то Прервешься Нарушишь Что-то Неправильно Сделаешь Там Были Многие Предписания Нужно Было Руки Вовремя Мыть Ачаманы Все И так Далее Она Согласилась Поскольку Была Очень Сильная Мотивация И Все Это Делала Скрупулезно Каждый День Каждый День Это Только Первая Половина Дня Потом Еще Вторая Половина Дня Была В общем После того Как Она Становилась Более Более Беременна Ее Тяжелее Было Делать А Индра Искал Хотя Б малейшую Ошибку Чтобы Войти В ее Чрево И уничтожить Плод Это Описывается Багаватам В конце Концов Он Вошел В ее Чрево Когда Она Однажды Поев Уже На Последнем Месяце Беременности Поев Приняв Прасад Она У нее Настолько Устала Что Поскольку Она Не Вымыла Руки Она Была Нечиста Он Вошел В ее Чрево И Рассек Ребенка Напополам Но Ребенок Тут же Превратился В двух Детей Ничего себе Был один Демон Стало Два Рассек Их Опять Напополам Они Опять Раздвоились Еще 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 И так Появилось 49 В конце Концов То есть Он Рубал Их Так И так 49 Детей Во Чреве И они В какой-то момент Закричали Хватит Нас Рубить Мы На самом Деле Не враги Тебе Мы Твои Слуги Индра Так Удивился Сказал О Мои Слуги Да Мы На самом Деле Будем Помогать Тебе Мы Не Демоны Вот Так Они Появились Вместе С Индрой Из ее Чрева И Дитя Очень Удивилась Что Индра Тоже Вышел Индра Сказал Теперь Я тоже Твой Сын Не Гневайся На Меня Вот И она Сказала Индра Как Ты Тут Оказался Вот И Да Она А она Уже К тому Моменту Знаете После Года Такого Служения Она Так Очистилась Я подумала Что Я на Этого Индру На самом деле Не Он же Виноват Все Как Б Там Я Знала Что Дети Мои Демоны И Так Дальше Она Уже У нее Гнев Прошел К Индре Тут Еще Индра Родился Как Ее Сын Теперь Ты Тоже Моя Мать А Это Тоже Мои Братья Вот И Она Очень Удивилась Откуда Эти 49 Этих Индра Сказал Да Они Будут Полубогами 49 Марутов Богов Ветра Вот И Ну И Сказал Что Я На самом Деле Зашел Чтобы И Она Удивилась Что Не Один Ребенок 49 Появилось Индра Сказал Ну Это Я Рассекал Но Потом Я Узнал Что Они На самом Деле Полубоги Они Демоны Она Была Довольна Что У нее 49 Детей Родилось И Все Полубоги Теперь У нее Тоже Есть Полубоги Да Мы Видим Что Байшнавы Используют Эту Иногда Хитрость Для Того Чтобы Спасти Обусульные Души Вот Обычно Байшнав Конечно Правдивый Но Иногда Для Того Чтобы Спасти Обусульные Души Нужно На самом Деле Они Обманывают Они Себя Так Обманули Что Не Понимают Что Они Слуги Господа Вот Иногда Нужно Использовать Какую-то Трансцендентную Хитрость Чтобы Помочь Живому Существу Прийти Кришне Итак Блудница Вернулась Крамачандриха Но И Обо всем Ему Доложила На следующий день Она Пришла Пораньше Как Только Стала Смеркаться И Осталась Харидас Такуром Выразив Почтение Деревцу Тулыс И Харидас Такура Насела У порога Его Хижины И Стала Слушать Как Харидас Такур Повторяет Святое Имя Как И Прежнее Она Стала Вторить Ему Хари Хари Пронося Святое Имя Господа Сегодня Я смогу Закончить Повторение Святого Имени Сказал И Харидас Такур И Тогда Я Удовлетворю Твои Желания Пока Харидас Такур Повторял Святое Имя Ночь Успела Смениться Утром И Благодаря Пребыванию Рядом С ним В сердце Блудницы Произошла Перемена Очистившись От скверны Блудница Упала К стопам Харидас Такура И призналась Что пыталась Соблазнить Его по приказу Рамачандра Хана Выбрав Свою Профессию Сказала Она Я Совершила Бесчисленные Грехи Мой Господин Будь Милостив Ко мне Спаси Эту Падшую Душу Харидас Такур Ответил Замыслы Рамачандра Хана Мне Хорошо Известны Он Всего Лишь Невежественный Глупец И Поэтому Я Не Обижаюсь На Него В Тот Самый День Когда Рамачандра Хан Стал Строить Козни Против Меня Я Собирался Навсегда Уйти Отсюда Но Поскольку Ты Пришла Ко Мне Я Остался Здесь На Три Дня Чтобы Спасти Тебя Представьте Что Чувствует Блудница В этот Момент То есть Ее Сердце Полностью Растаяло То есть Она Чувствовала Настоящую Любовь До Этого Она Только Вожделение Видела Но Теперь Она Когда Хридас Такур Ради Нее Остался Три Дня Терпел Все Эти Ее Оно Вот Эти Вот По сути Дело Как Оскорбление По отношению К нему Поведение Это Все Блудница Сказала Пожалуйста Стань Моим Духовным Учителем Скажи Мне Скажи Что Мне Нужно Делать Чтобы Избавиться От Страданий Материального Существования Хридас Такур Ответил Ступай Домой И Раздай Браманам Все Своё Добро Затем Возвращайся Сюда И Живи В этой Хижине Помня О Кришне В комментарии Шилапрапада Пишет Что Здесь Важно Отметить Что Хридас Такур Велел Блуднице Раздать Всю Нажитую Собственность Браманам Хридас Такур Не Стал Советовать Ей Раздать Все Так Назваемым Даридранарайанам Бедным Нарайанам И Подобным Им Людям По законам Ведического Общества Милостыню Следует Давать Только Достойным Браманам Как Сказано Баадгите Шамо Дамас Тапах Шаучам Кшанкир Оржавам Эва Ча Браманов Отличают Такие Качества Как Правдивость Владение Чувствами Терпимость Простота Знание Умение Применять Треценетные Знание На практике Непоколебимая Вера В Верховную Личность Бога У людей Которые Посвятили Себя Постижению Духовной Науки Не остается Времени На зарабатывание Денег Они Полностью Полагаются На милость Господа Который Говорит В Бхагавадгите 9.22 Что Он Сам Приносит Им Все Необходимое Йога Кшемам Вахам Яхам В Ведическом Обществе Принято Давать Пожертвование Браманам И Саньяси А не так называемым Даридра Нараянам Извините Шила Пропада Да Вновь Вновь Много комментариев Где Он Этих Даридра Нараян Раскатывает В Индии Есть движение Которое Говорит Зачем Идти Жертвовать Храмы И так далее На самом деле Вы Идете Богу Жертвовать На самом деле Все Есть Бог И вот Тут Бедные Нараяны Ходят Лучше Бедным Нараянам Дайте Пожертвование Такая философия Шила Пропада Ее критикует Итак Харидас Такур Продолжал Постоянно Повторяем Мантру Харе Кришна И служи Туласи Поливая ее И вознося Ей молитвы Так ты Очень скоро Обретешь Прибежище Лотосных стоп Кришны Дал блуднице Наставление О повторении Маха Мантры Харе Кришна Харидас Такур Встал И ушел Непрестанно Повторяя Харе Харе То есть По сути дела Он дал ей Посвящение Дал ей Неуходимое Наставление И Оставил ей Хижину Деревце Туласи И сказал Живи здесь И повторяй После этого Блудница Следуя указания Духовного Учителя Раздала Все нажитое Добро Браманам Блудница Обрила голову В соответствии С башнавскими Правилами И осталась Жить в той Хижине Имея только Одно Одеяние По примеру Своего Духовного Учителя Она стала Повторять Святое Имя 300 тысяч Раз в день Святое Имя Не покидало Ее уст Ни днем Ни ночью Представьте 300 тысяч Раз в день Какой Милостью Наделил Харедастакур Что она Сразу Начала Повторять 300 тысяч Святых Имен Фантастика Идя По стопам Духовного Учителя Она поклонялась Деревце Туласи Она питалась Только тем Что ей Время от времени Приносили А если ей Ничего не приносили Она постилась Скудным питанием И постами Она смирила Свои чувства И как только Это случилось У нее стали Проявляться Признаки Любви Богу Так блудница Стала прославленной Преданной Она вела Столь святую жизнь Что многие Стойкие Вайшнавы Приходили взглянуть На нее А в комментарии Говорится Что стойкому Вайшнаву Достигшему Духовных высот Нет дела до блудниц Но когда блудницы Или другие падшие души Становятся Вайшнавами Тогда Возвышенные Вайшнавы Могут захотеть Взглянуть на них Вайшнавам Способен Стать каждый Если он Или она Начнет следовать Вайшнавским Принципам Преданный Который Следует Этим принципам Больше не Находится На материальном Уровне Поэтому Главным Критерием При определении Вайшнава Должно быть Именно Строгое Соблюдение Им этих Принципов А не Страна В которой Он родился К движению Сознания Кришны Присоединяется Много преданных Из Европы И Америки Но это Не повод Считать их Европейскими Или Американскими Вайшнавами Вайшнав Вайшнав Есть Вайшнав И заслуживает Соответствующего Почтения Итак Видя Возвышенные Качества Блудницы Все были Поражены Так Люди Стали Прославлять Могущество Харидас Такура И выражать Ему Почтение Подослав Блудницу Харидас Такуру Рамачандра Хан Посадил Семя Оскорбления Его лотосных стоп Это Семя Позже Выросло В дерево И Рамачандра Хан Вкусил Его Плоды Это Оскорбление Лотосных стоп Возвышенного Вайшнава Послужило Началом Удивительной Истории Пользуясь Возможностью Я расскажу Вам Что Впоследствии Произошло Послушайте Меня О преданные Это Мы завтра Уже Наверное Почитаем Арея Кришна Удивительная История Да Вот Это Одно Из Прославленных Деяний Харидас Такура Есть Другая Знаменитая История Когда Тоже Однажды Одна Очень Красивая Девушка Подошла К нему Тоже Начала Делать Соблазнительные Движения Какие-то Вот Пристально Глядя На Харидаса На самом деле Это была Майя Деви Она Услышала О славе Харидас Такура Она хотела Тоже Получить Милость Господа Читане Получить Харинаму Она подумала Да Наверное Харидас Такур Подходящий Да Учитель Вот И она Решила Его проверить Приняла Облик Оборожительной Девушки И Подошла К нему И смотрела Как он Посмотрит На меня Есть ли у него Вожделение Или нет Вот И когда Она тоже Его испытывала И в конце Концов Она Склонилась К нему И Открыла Себя Сказала Я просто Тебя проверяла Пожалуйста Прости меня На самом деле Я хочу Получить Харинаму Святое имя Пожалуйста Я Хочу Принять Тебя Своим Духовным Учителем Поэтому Дургадеви Она Является Тоже Годио Вачнави Она получила Посвящение Годио Вачнавской Сампродае Харидас Такура Наша Духовная Сестра Вот Поэтому Она Так Милостива К преданым Помогает им Очищаться Вот Или же Если преданный Куда-то Не туда Идет Она Устраивает Чтоб он Вернулся Побыстрее Да Такие Удивительные Истории Связаны С Харидас Такуром Харе Кришна Может что-то Хотите Обсудить Спросить Пожалуйста Мы по вечерам Будем просто Читать Что-нибудь О Господе Читании Завтра Еще Почитаем Харе Кришна У меня такой вопрос Вы говорите Что когда Беседа Была С Харидас Такуром По поводу Того Что Как будет Заполняться Материальный мир И что Вот эти камни Они Потом Более Высшей Формой Примут А когда Камни Примут Более Высшей Формой Что Займет Место Камней Другие Какие-то Еще Более Падшие Души Будет Приходить Поток Непрерывный Духовного Мира Получается Ну Много Вселенных Тут Как-то Перераспределение Произойдет Какие-то Да Придут Сюда Из Духовного Мира Какие-то Дживы Как-то Это Регулируется Продолжение Этого Вопроса Получается Мы все Когда-то Были Камнями Возможно Может быть Нет Может быть Кто-то Прошлой Жизни Бравмой Был Не знаю Может Кто-то Только Пришел Вот Пал Но Так Повезло Попало Движение Господа Читания И Есть Шанс Сразу Вернуться За Одну Жизнь Одну Жизнь Только Побыть Здесь Чуть Прикоснуться Понять Обратно Трудно Сказать Но Скорее Всего Мы Много Жизни Здесь Скорее Всего Много Жизни Уже Влачим Своё Здесь Жалкое Существование Наличие Различных Самскар Свидетельствует О том Что У нас Был Какой-то Негативный Прошлый Опыт Даже Не в Этой Жизни А Что-то Как бы Из Прошлой Жизни Какие-то Есть Комплекс Ещё Что-то Всё Это Как бы Насковывает Вот Это Признак Что Жизни Были Какие-то Ещё Какой-то Опыт Был Да Пожалуйста Передаст Так Он Проявлял Порой Такое Смирение Не ходил В Рам Джаганадхи Ещё Какие-то Моменты То есть Это Как бы Необходимо Для Предного Свержения Какие Вещи То есть Связанные Допустим С Какими-то Обстоятельствами Харидас Такур Не только Это Не делал Он Никогда Не Принимал Прасад Вместе Со Спутниками Господа Читания Вот То Что В Читании Читании Описывается Что Все Преданные Рассаживались Рядами Там Господь Им Раздавал Потом Предные Там Раздавали Харидас Такур Всегда Был Снаружи Лежал Дандавати Перед Предными И Потом Господь Читания С Говинда Отправлял Ему Махапрасад Вот Он Одна Когда Первый раз Харидас Такур Пришел Вместе С преданными Из Бенгалии Вот И Преданные Расселись Кушать Прасад Господь Читания Спросила А где Харидас 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 Лежал Дандавати Снаружи Снаружи Этого Двора В котором Предны Принимали И Господь Читания Был Очень Доволен То есть Это Особое Смирение Говорится Что Господь Читания Учил Людей Через Харидас Такура Он Учил Смирению Прежде всего Вот Этим Качеством Трина Дописи Начина Прежде всего Смирению Вот Поэтому Он Не нарушал Его Настроение Он Мог бы Его Силой Заставить Посадить Там Накормить Не знаю Меся С преданными Да Ну Как-то Вот Но Он Понимал Это Какое Настроение Особое Харидас Такура То есть Он Очень Почтительный Был Ко всем Вайшнавам Хотя Все Вайшнавы Почитали Харидас Такура То есть Так Интересно Это было Связано С Его Прошлым Рождением Или Это Было Участи Связано Потому Что Господь Брама Говорится Что В Харидас Такури Ну В Читании Бхагавати И В самой Кави Карнапур Тоже Об этом Пишет Что С одной Стороны В нем Воплотился Господь Брама Но Также И Прохлада Махараш Вот Это Читание Бхагавати Есть упоминание Об этом Что Некоторые Говорят Что Господь Брама Владился Некоторые Говорят Что Прохлада Махараш Кави Карнапур Надо Почитать Точнее Но Кави Карнапур Пишет Я помню Что Там Есть Описание Что Прохлада Махараш Так же Вот Но Это Господь Брама То есть Господь Брама Он После того Как Украл Пастушковый Телят И Вот Был Был Настолько Обескуражен И Так Он Себя Плохо Чувствовал Что Он Как Он Не понимал Кришну И Фактически Ворвался В его Игры Представляете Украл Телят И Пастушков На целый Год То есть Он Там Испытания Проводил Такие Да То есть Подумал Боже мой То есть Мало Того Что Я Не могу Участвовать В этих Играх Я Еще И Мешаю Им То есть Он Просто Он Не мог Никак Успокоиться Вот Господь Его Простил На самом деле Господь Провел Неплохо Этот год То есть Он В экстазе Там Любовь Всех Жителей Вражаваси Увеличилась Миллионы Раз Потому что Кришна Стал Сыном Их Всех Вот Но Тем Не Менее Он Как бы Да Он Переживал Очень И Он Пришел В Майяпур Вот Место Явление Господа Читаний В том Месте Совершал Аскезы Чтобы Получить От Самой Милостивого Воплощения Кришны Какое-то Благословение В какой-то Момент Кришна Опять Появился Перед Ним Кришна Спросил Индра О Этот Брама Ты Что Хочешь Брама Скал Дорогой Господь Пожалуйста Прости Меня Я Такой Оскорбитель Да Я Тебя Давно Уже Простил По-прежнему Не могу Быть Участником Твоих Игр Если Я Не буду Участником Твоих Игр Я Буду Снаружи Просто Их Наблюдать Я Опять Совершу Ту же Самую Ошибку Потому Что Я Не Понимаю Я В Иллюзии Нахожусь Пожалуйста Дай Мне Возможность Принять Участие В твоих Играх В ближайшем Твоем Воплощении И Тогда Кришна Сказал Хорошо Через некоторое время Я явлюсь Сюда Вновь В этот мир Как Гауранга Шичитане Махаправу Как читание И буду распространять Святое имя А ты будешь Намачарья И Брама сказал О, дорогой Господь Только не давай мне Какое-то возвышенное положение Потому что Именно из-за того Что я был Брама Я думал Что я Все знаю У меня все веды И все остальное Я не смог Это гордыня Не позволило мне Увидеть тебя Пусть я буду занимать Самое нижайшее положение И Господь сказал Хорошо Ты будешь Как бы Родишься Вне Как бы Вне касс Всяких Вне этих У тебя не будет Никакого положения Но намачарья Ты все-таки будешь Так он Собственно Пришел Поэтому у него Это было его Каким-то внутренним настроением Это как некое Покаяние Брамы То есть он Специально Культивировал Это настроение Это качество Смирения Оно Как бы Его было Внутренней Такой суть Он родился С этой медитацией Арея Кришна Ничего Небольшой киртан Споем Арея Кришна Сила Харидас Такурки Жай Сила Пропада Жай Сила Харидас Сила Харидас Сила Харидас 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Csимон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова